Ге-гей! Всех приветствую, мои родные, любимые, христолюбчики и братцы, сёстры во Христе, и все люди на земле. Всем желаю радости и всякого блага и в души, и в сердца, и мира, и добра, и любви. Всякого благополучия мирского, материального и духовного. Всё, чтобы у вас было хорошо. Я сегодня хотел ролик записать. Я как-то когда по Питеру ходил, говорил, что запишу, хотел поговорить о путешествиях. О путешествиях, всяких там, о туризме, можно так назвать. Разные, в принципе, комментарии писали, я их все, конечно же, не буду зачитывать. Я хотел бы лишь зачитать из контакта, надеюсь, девчата поймут меня. Я вам говорил, что то, что вы, конечно, пишите под комментариями, под роликами на Ютубе, так как вы сами пишите публично, то уж не обижайте, что я их зачитываю. Более того, я думаю, что вы для этого это и делаете. Мы обычно пишем, чтобы другие это увидели. У меня есть, конечно, личная переписка, да, с разными людьми. Вот, её я не афиширую, не зачитываю. Ну, одно дело касается, что действительно, каких-то, какого-то общения, чем-то делимся, сердца обнажаем, да, друг перед другом. Ну, а тут, я надеюсь, девчата не против будут, что я ихние сообщения покажу и почитаю. Анна Бурковская мне пишет, ну, тоже смотрит меня, правда, писала, что вот не смотрела некоторое время. Димка, привет, брат, спасибо тебе за видео и твои путешествия. Я пишу, привет, да не за что. А что такого произошло в твоей жизни, что ты начал путешествовать? В чём, в чём в вере изменилось твоё мнение? Я, видно, что-то пропустила, больше на Женькиных видео сидела Девятьярова. Ну, я ей отвечаю, что я собираюсь записать ролик на тему путешествия, там и выскажусь. Окей, она пишет, окей, буду ждать с нетерпением. Вот такой вопрос ко мне был, переписка у нас с Анной. Ну, что ты пропустила? Ну, я же жил в деревеньке много лет, кто знает. И там скитался до этого. Ну, я же не буду сейчас от начала всё рассказывать. И кто действительно смотрел, следил за моей жизнью, то ещё уже получается сколько? Сейчас уже август. Ещё в конце мая, точнее в первых числах июня прошлого года я уехал работать, решил оставить это дело проповеди. И меня пригласили. Поэтому так всё совпало. И мне, как я написал, всё надоело. Забили меня тоже как-то. Устаёшь от этого, от всего тоже как-то, знаете. Почему я говорю, не хватает, может быть, действительно, вот этой мотивационной отдачи, обратной связи от тех, кто тебя слушает. Конечно, когда ты об этом говоришь, тебе отвечают, что ты гордый, прелестный или прелестный, не знаю. Тщеславный, да, что тебе нужны там похвалы. Да нет, вы знаете, обычная человеческая благодарность, это нормально. Это и есть любовь, вообще-то. Вообще-то слово спасибо ответно означает, человек пытается что-то отдать, да. Хотя бы сказать спасибо, в принципе, он и что-то получил, именно потому что у него этого нету, да. Ну, и спасибо сказать каждый может. Вот. И тогда я уехал, и вот я несколько месяцев, два месяца я проработал в Краснодаре. Встречался я с Женей Девятьяровым, кто знает, первый раз. Я тогда как раз до Армавира доехал на пару деньков, с ночевкой у него был. Потом я уехал, тот же человек, хозяин бизнеса, пригласил меня в Оренбургскую область, в город Бузулук, позаниматься его другой транспортной компанией, другим бизнесом транспортной компании. Ну, и там я уже надолго закис. Сейчас на 10 месяцев. И вернулся я ровно через год, также в первых числах июня. Ну, в последний, ну, в мае, когда я там, 31-го. Ну, прям в день в день практически, можно сказать, я уехал, через год вернулся. И уже месяц провел в Пузево опять. Ну, естественно, уже никакого там. Я уехал, все насадив, и все это попропало. И приехал уже, естественно, уже поздно что-то сажать. Там вот такие вот бурьяны повырастали, да. Я уже месяц там практически прожил. Ничего не делал, катался на велике, купался, загорал. Ну, в общем, отдыхал. Вот, и потом я две недели я был в Сочи, уехал. Ну, дикарем, жил, что, койка-место 500 рублей. Питался обычной едой, покупал все в пятерочке, там в магните. То же самое, купался на море, ходил, гулял. И потом на две недели у меня там очень хорошие друзья. Ну, девчонка, это подруга, ну, как девушка моего лучшего друга. Была когда-то, вернее, пять лет они встречались. Мы с ней очень хорошо в свое время. Ну, с ними, с другом я, естественно, сейчас общаюсь. Ну, и с ней тоже мы очень хорошо дружили, общались. Не раз мы вместе отдыхали, я имею в виду и далеко ездили. Мы в Ялту вместе, я помню, ездили. Ну, естественно, здесь всю юность провели вместе во дворах там. Вот, и мы с ней тоже много лет, вот, пока я там был в деревне. Но она знала так. Сейчас же все, можно обо всех узнать через кого-то, через соцсети. И мы несколько лет вот не общались даже. Ну, даже долго, почти там, больше пяти лет. Вот, год назад мы там встречались, когда я в Воронеж, вот как раз перед моим отъездом в Краснодар. И потом, через год я приехал, созвонился, опять думал встретиться там, пообщаться. Она оказалась уже год в Питере. Тоже пригласила меня, и я поехал. То есть, жилье бесплатно. Еда опять домашняя. Ну, и там я показывал на Невском столовка. Ну, с моим вегетарианским вкусом, да, питанием. Я питался 150 максимум, 180 рублей, 130 там бывало, да. Вот, ну, посещал я, конечно, там экскурсии какие-то. Все-таки невозможно все бесплатно получить. Вот, будешь ли в этом. Я обычно не езжу в два места дважды, никогда не ездил. Поэтому все, что мне хотелось, интересно было. Я посмотрел, вот, повидал. И вот я хотел бы ролик по поводу путешествия, туризма, я не знаю, гостей, что ли, как это назвать, да. По поводу путешествия, да. Вот на меня смотрели. Кто-то писал, ой, там, путешествует, такой счастливый. Ну, знаете, что я за себя могу сказать. Вот мне 36 с половинкой лет. Вот, 10 лет я, как, исповедую христианство и живу в соответствии, стараюсь жить в соответствии с истиной, с Евангелием, с тем, как я его понимаю. Те же самые путешествия. Ну, кто знает, мою жизнь, я избалованным деньгами никогда не был. Все, что я зарабатывал с 16 лет, я зарабатывал сам. Поступил в институт, я пошел работать. Вот, родители у меня простые, бедные. Ничего никогда у нас не было. Вот, все, что я получал, по сути, я сам зарабатывал, да. И тратил это на себя, там, вот. Ну, правда, да, у меня, знаете, у людей разные. Я не жалуюсь. Есть люди, которые всю жизнь ничего вообще не видали. Не то, что на себя, а тратили, действительно, на, там, детей, родителей, еще кого-то, кто в нужде, там. То я, в принципе, жил, так скажем, в свое удовольствие. Но, опять же, эти удовольствия мне доставались, как я говорю, собственными руками. Я всегда работал, ну, руками, головой, неважно. И я, конечно, немного где поездил, но побывал, да. Я пригонял, это даже не отдых, я машины пригонял с Владивостока. Туда мы тоже на самолете полетели, обратно ехали. То есть, Россию, можно сказать, я по горизонту всю пересек. И был я, ну, Москва, не родной мне, конечно, город, но тоже я там завсегдатый был. Ездил я, и вот, как я рассказывал, был я в районе Сочи, да. Вот, просто я тогда жил под Адлером, там, прям на краю я тогда показывал, Шкаловка. Ну, это, по сути, последняя остановка вот между Сочи и Адлером. Хотя, как я выяснил при последнем поездке, Адлер-то это вообще не город, не отдельный район, а это именно Сочи все называется. Это просто Адлерский район, да. Для меня стало это маленьким откровением. Ну, век живи, век учись. Был я вот в Крыму тогда, вот, как раз с этим Серегой, с Олей мы ездили троем. Ну, они как пары, я как холостой. И были мы в Ялте тогда, им просто очень понравилось. Они уже были второй, по-моему, раз или третий. Я тоже как-то надумал, им как раз совпало там все, и поехали. Так что в Крыму я тоже был. Ну, был, когда он был украинским, но это не суть важно. Ну, тоже на недельку так что-то повидал, что-то посмотрел. Так-то Ялту тоже знаю. За границей я был только в Египте. Я летал тоже на самолете. Брали путевку там на 11 ночей, по-моему. В Хургаде я был в загородном отеле. Ну, тоже понравилось море. Там красивое, конечно, кто знает. Там красивые рыбки, вся вот эта кораллы. Флора, фауна. Есть там, конечно, диковинки. Ну, вот сейчас побывал еще в Питере, да, и в Карелии. Все вот это посмотрел. Ну, поделюсь просто своими мыслями, да. И, конечно, на камеру я вот, вы знаете, я даже при проповедях, при слове каком-то, при общении всегда стараюсь улыбаться. Вообще я, ну, как всякие все, я всегда говорил, знаете, и добро, и зло, и анархи... Вот я вроде бы и у меня все по полочкам. И, с другой стороны, я анархист. Жуткий. Вот. Здесь то же самое. И, с одной стороны, я сейчас о чем хочу сказать, что я ничему не радуюсь в жизни. Я уже, вот как в Библии хорошо, мне нравятся фразы, присытился днями. Там, помните, про Иакова. Ну, правда, у них это написано, когда им было по 150 лет, и они уже на смертном адре лежали. То у меня это пресвещение дней произошло еще 10 лет назад. Я уже много раз говорил, кто, может, впервые меня смотрит, то я еще лет с 13 стал думать все время о смерти, и мне эта мысль спокойнее давала. Что, как, о бессмертии. И сама жизнь, да, казалось бы, я радовался в детстве всему, там, в юности, да. Но внутри у меня всегда была какая-то тоска и грусть и печаль, да, почему-то. Почему-то, в смысле, не почему-то, а почему-то, ну, и почему-то, и почему-то. По какому-то объекту, да, так скажем, живому или неживому. Ну, я не понимал, почему это, да, вот так, скажем, выразимся. Ну, а уже вот в 25, вот тогда, 27 уже мне было, я, конечно, уже все. На самом деле, видимо, мое сердце настолько и моя жизнь. Все все время думают, очень часто, когда со мной кто-то общается, из знакомых, старых или из новых, все спрашивают, конечно, одно, как ты пришел, что случилось, какие скорби, да. Потому что все считают, что к Богу приходят только через скорби. Но я пришел не через скорби. Кто знает, у меня было призвание, да, так скажем, Бог лично меня призвал. И открылся мне не через книжку, не через писание, да, не через человеков. Вот было это, я много раз рассказывал, я ходил там на курсы народной медицины после курса массажа к одному человеку в центре города, у нас к известному достаточно. Вот, и там Господь меня, в мини открылся, да. Было это сверхъестественное происшествие, так скажем, и тогда все это началось. И в жизни у меня было все нормально. Да, я не был супермиллионером, но у меня, я нормально всегда зарабатывал своими руками или головой. Мне, конечно, не хватало по той жизни мирской. Хочется больше и больше, но в принципе, я говорю, у меня была там нормальная машина. Я себе купил свою мечту когда-то там, 500-й Мерседес а-ля бандитский Петербург. У меня, кстати, может фотки вам показать какие-то. Сейчас, если быстро, найду. Если быстро, найду. Так. Сейчас, я думаю, я что-то наковыряю. Что-то наковыряю. У меня было много фотографий. У меня был профессиональный фотоаппарат зеркальный. На него меня много фотографировали. Но когда я покаялся, как вы знаете, люди очень любят себя удалять из социальных сетей там. Да, или еще откуда-то. Я тоже все фотки, помню, повыкидывал. Поэтому ничего у меня практически не осталось. Вот. Вот такой вот я был. Это мой Мерседес. Такой, кто знает 500-й представительского класса. С кожаным салоном. Там, ну, все по полной программе. Телефон. Все там было. Вот. Я был очень счастлив, ездив на нем. Вот. Я жил, кто знает, практически с двумя женщинами одновременно. Вот. И все у меня было хорошо. С работой у меня. Я говорю, деньги у меня всегда вот так вот. Я мог поработать, заработать. Потом сидеть дома спокойно, отдыхать там от этой работы. Ну, когда я работал, вот кто по проповеди меня, по моему подходу к вот этой деятельности, которой я занимаюсь, проповедью. Кто-то замечал, может быть, что я, если уж во что-то вдаюсь, то я туда целиком и полностью окунаюсь. И отдаюсь целиком и полностью. Поэтому работал тоже обычно. Как туда окунешься в работу? Да вот я уезжал. Это все. Это по 12-14 часов. Практически без выходных. Пашешь целиком и там даемся. Поэтому я потом еще любил обычно сколько-то месяцев хотя бы отдохнуть. Потому что ты, в общем-то, и работаешь. Не 8 часов, как Ленин добивался, да? Или кто там, советские люди. Оботратишь, конечно, без проходных, без выходных. Есть такое понятие, как накопительная усталость, да? Поэтому ты просто, по сути, сам себя ломаешь. Потом тебе нужно некоторое время восстановиться. И духовно, и телесно, если это физическая работа. Духовно, если это много общаешься с людьми, вот это разговорами, там все это общение. А бывает и то, и то, такое полусовмещённое. Разные есть профессии, вакансии, должности. Поэтому в моей жизни, конечно, ничего такого сверхъестественного плохого не было. Наоборот, все было нормально. Я говорю, с работы там у меня вечно были вот такими волнами. В личной жизни все у меня было лучше, чем можно было себе представить. Тоже сбылась моя мечта. В материальном плане, я говорю, да, у меня не было золотых хоромов. У меня даже жилья, в принципе, по сути, всего не было. Я жил я. Правда, я всем обычно это жильё строил, делал. Ни один дом я оставил, который своими руками практически построил. Ремонты там делал. Всё время я такой был. Потом всё оставлял. Каждый раз, когда я уходил, я оставлял всё. Я любил шкурку полностью снимать. Оставлял пару вещей, там, мебель. Я вот, когда покаялся, я говорю, у меня две машины, потом уже была ещё одна. Купил китайца, там оставил всё тоже своей-то девушке бывшей. Вот, всё раздал. Этот Мерседес, там, все, мебель, всё, что у меня было. Ушёл я с одной сумкой, ну и ноутбук. Всегда со мной был. Так что вот так вот. И по поводу, к чему я говорю, это по поводу этих путешествий всех. Сам по себе. Я вот до того момента, когда Господь меня призвал, в принципе, я уже присытился жизнью. Я всё. Если с 15, там, с 13 лет, как я говорю, я просто горевал, там, о чём-то великом, чистом, светлом. Высоком, да. То уже в 27, конечно, с виду я не подавал, или я не знаю, как это выглядело. Я говорю, я в то же время болтун, в то же время я молчу. Я могу много общаться и быть на людях, и среди людей. А в то же время мне необходима вот какая-нибудь кельли, где я могу закрыться, запереться на час, день, два, год. И ни с кем не разговаривать, да. То есть, человек, я говорю, всё. И огонь, и вода, да. И не янь. Это действительно поражает. И свет, и тьма. И я, конечно, уже в 27, я понимал, что меня... Я говорю, я пусть не ездил. Вы знаете, вот по той же самой природе, я, конечно, не был вот где-то за экватором. Потому что, в принципе, тоже сам Египет практически там на экваторе. И меня все убеждают, что, ой, да там такая... Ты не понимаешь, тропический мир, это другой мир вообще. Ну, вот я был, получается, от Питера до Египта, я вам скажу, всё одно и то же. Точно такие же берёзки, деревца. Ну, пальмы есть на этом... В Египте, там, в Сочи есть пальмы. Ну, перевёрнутые шишки. И с другой стороны у неё зелень растёт. Ну, что такого? Во-первых, ты к этому ко всему, где бы ты ни жил. Это для тебя экзотик. Когда ты это видишь, когда ты приедешь, ничего особенного там не будет, да. Ты привыкнешь ко всему, и тебе уже эта пальма как пальма. Бамбук. Бамбук, во-первых, его очень мало. Ты его видишь только в Дендрарии, по сути, в саду. Да, где-то дальше, вот именно, в тропиках, там, конечно, там бамбук, наверное, навалом. Ну, а там что? И я убедился, что... Возьмём Россию. Сочи и Питер. Ну, одно и то же. Ну, то, что там есть что-то, а в Карелии есть кедровые шишки, которых нет в Сочи. Ну, всё это... Так ли это удивительно? И так ли тебе это может зацепить? И так ли ты будешь по этому фанатете радоваться от этого? Вот. И в жизни, конечно, приходишь в море. Ну, да, красное, необычное море. Но, вы знаете, я и на чёрном, на диком не был. Мы всё время на этих общественных пляжах. Вот в Чёрное море нырни, значит, когда ходишь в океанариум в какой-нибудь, там почему-то и рыбки разные красивые. Конечно, когда это забитые пляжи, вот такая муть стоит, там ничего не видно. Хотя я согласен, всё равно она отличается. На Красном море мы были в отелях, там тоже полные пляжи вроде бы, хотя не так много людей. Но ты всё это видишь, вода действительно прозрачная, много вот этой флоры, фауны морской, да, там, с маской плавать одно удовольствие. Кто-то вообще дайвингом занимается, с погружениями, с этими. Вот, я уж не буду сейчас о своём поездке в Египет рассказывать. Ну, я говорю, это интересно, конечно. Но, вы знаете, всё это, во-первых, в жизни за всё надо расплачиваться. И весь, даже удовольствует, мы очень завидуем людям, у которых много удовольствия. Но, вы знаете, за все удовольствия, к сожалению, в этой жизни приходится платить. Не зря Господь ещё в раю сказал трудиться, да. Но, опять же, как мы думаем, там не всё в первой главе бытия понятно. Но, как мы предполагаем, что всё-таки, наверное, это действительно работа и труд, который должен был, должны были трудиться первые люди. Адам с Евой в раю. Этот труд был радостным, отрадным, да. И, по сути, за удовольствие ты не должен был расплачиваться. Сейчас, вы знаете, даже вот, казалось бы, гулять пешком, это так здорово, ты ходишь, смотришь. Но, за это тоже надо расплачиваться чем? Усталостью, голодом, изнурением, мозолями. Да. От ходьбы есть плюс, но есть и минус. Это же изнашиваются суставы, все вот эти внутри, там, вот эти, как эти, хрящи, сухожилия. Тоже. Вы знаете, прекрасно у спортсменов, как говорят, короткая жизнь, и потом большие последствия у профессиональных спортсменов, да. Вот, то есть, тут все в меру, да. И, по сути, за все приходится расплачиваться. За то же самое, кажется, ой, как хорошо машина, там, своя путешествуешь. Ну, вы знаете, на эту машину надо заработать, ее надо содержать. Она может также ломаться. В ней также можно попасть в смертельную аварию или в маленькую аварию. Тот же самый поезд в этом плане вполне более безопасный. Даже автобус, который здоровенный, и любую машину на своем пути просто снесет. Вот, если в этой машине от людей место, сухого места, как говорят, мокрое место не останется, то вы в автобусе будете вполне невредимы, да. Вот. Поэтому все сопряжено. Вы знаете, вот тоже отдыхаешь, а потом, как говорят, от отдыха надо тоже отдыхать. Потому что приезжаешь куда-то, да, и целыми днями эти экскурсии, лазишь, бегаешь, прыгаешь, приходишь и сваливаешься. Я говорю, те же самые отдыхи многие стоят очень дорого, да. Полететь куда-нибудь вот именно в тропическую страну, там, вдвоем, а если семью, это и 200, и 300 тысяч, и 400 тысяч, и 500 тысяч, вы знаете, да. Вы знаете, и вот всю жизнь положить, грубо говоря, работать на нее, рачер, отследать туда. Причем зачастую это какие-то нищенские страны, где там живут такие же люди, как говорят, там, меньше, чем на доллар в день. И тебе кажется, это экзотика, ты такие деньги за это отдал, а он там живет, ему это все, а он там, а он оттуда вырваться хочет, да. Ты все время задумываешься, а в чем смысл-то? Вот. Я говорю, готов ли я за это платить, готов ли я потрачить там два года, чтобы насобирать путевку, чтобы за 10 дней все это спустить, только для того, чтобы посмотреть это. Вот. И опять же, мы путаем отдых с работой. Вы знаете, вот когда человек, мы очень часто любим свою мечту, и действительно, сама мечта и стремление даже к ней порой доставляет больше удовольствия, чем она сама. Как говорят, праздник тот же самый, даже вот при вкушении еды, даже порой приготовление тебя больше радует, чем сама трапеза. Вот. Это действительно так. И со всеми этими путешествиями, вот она спросила, что она там пропустила, да я не знаю, но так получилось. Я вот, я же говорю, я вообще никогда, я терпеть не могу, когда обо мне думают, что я какой-то там монах. Супер там, подвижник, аскет, я не такой. Вот. Я питаюсь всем, говорю, я нормально питаюсь. Я питаюсь так, как я хочу. Да, я несколько лет там в деревне, вы знаете, я вообще практически питался только тем, что я сам вырастил. Летом ел то, что росло, и зимой, ну и в холод уже с осенью по весне, вот этот период, то, что я собрал и сохранил. Вы знаете, я там солил, все это квасил. И мне этого было достаточно. И мне так хотелось, мне так нравилось. Вот. И я действительно несколько лет там прожил вообще на копейки, да. 500 рублей за интернет, 300 рублей за свет у меня выходило. Все, все мои растраты. Ну, конечно, у меня тоже есть растраты. Даже тогда, я говорю, те же самые лампочки перегорают. Ты что-то подкупаешь. Я покупаю там чай, я пью, да. Еще что-то, сахар, соль. Все это, конечно, все равно. Покупаешь, приходится. Ну, вот мне хватало выжить там на 5-8 тысяч, да. Где-то так. Но, опять же, ты просто живешь, ну а есть нужды. Вот, вы знаете, я занимаюсь блогингом, вот этим проповедью. Вся эта техника, оборудование. Сколько я там что-то уж перепробовал, передел, перепокупал, соответственно. И то же самое, жизнь в деревне, конечно, все это требует денег. Те же самые семена, рассада ты покупаешь, да. Вот, все это тоже, конечно же, стоит денег. Выходило, на самом деле, у меня, грубо говоря, на жизнь, там, может, тысяч под 10, да, со всеми. Я говорю, зимой какие-то свои расходы ты что-то пробуешь. Летом свои, по поводу, там, дома или еще что-то. Вот. Но, по поводу отдыха, вот, ты вот, я говорю, ты радуешься жизни, на самом деле, человек сам в себе счастлив. Это, если ты, если у тебя вот здесь мир, радость и счастье, ты везде будешь радостным и счастливым. А если вот здесь мира нет и покоя, ты будешь вечно терзаться. И вот я вышел, ну что, я вот поехал, пригласили меня поработать, решил я передохнуть, взять тайм-аут с проповедью, да. Ну, я зарабатывал, я говорю, сколько я там, много, немало, 60 тысяч там получал, да, чистыми на руки. В основном все раздавал, копеечку у меня осталось, вот я на нее в деревне, что там, как обычно жил, ничего, я там не тратил, кроме еды. Ну, съездил в Сочи, я говорю, и в Питер, простым, простым человеком, дикарем, да, там, отдыхал, ничего особо себе такого не позволял. Ну, я говорю, какие-то экскурсии, то в Сочи вообще никуда не ездил, иначе бы там вы и ролики какие-то видели. Там вообще, по сути, скукотищем не снимать-то даже мысли в голову особо не приходилось, снять-то нечего было. Ну, в Питере, так как вот и много всего этого, и я там ни разу не был, ну, как-то вот понаснимал. Ну, я могу и без этого жить, могу с этим жить. И вообще, путешествие такая вещь, да, ну, да, ну, радость, ну, хорошо. Я говорю, ну, все вот так на чаше весов, что ты за это отдашь? Вот. И отдых хорошо, и отдыхать надо. Вот. Ну, при этом, я говорю, у меня нет какой-то страсти, как всегда. У меня вообще страстей, по сути, нет. Я могу этим, как Павел говорил, могу жить с худостью, могу быть в изобилии. Ну, есть, хорошо, можно себе что-то позволить, ты вешаешь, почему нет-то. Это нормально. Ну, и вы знаете, а вот что действительно, и вот по поводу, просто так уже подытожу, к путешествиям, короче, я равнодушен. Хоть я там и кажется, что я там радуюсь, такой улыбчивый, но я снимаю, тем более я снимаю это все на видео, да, люди меня смотрят, люди должны испытывать тоже. Я же делаю для чего-то, чтобы кто-то улыбнулся, порадовался. Вот люди же пишут, спасибо, кто, говорит, как в Питере побывал. Да и просто вот, люди меня смотрят тоже, они говорят, я тоже заряжаюсь какой-то энергией положительной. Я, может, не там, не с тобой, но я смотрю, я как будто с тобой, я тоже там гуляю. Я походил, посмотрел, позитивный ролик, спасибо, пишут, за что, казалось бы. Казалось бы, отдыхаю я, хотя вы знаете, там, 25 километров, километров пешком пройти и упасть тоже, думаешь, это вообще радость или нет. Кому-то кажется, вот-вот кусочки понарезал, глянь, вот здесь, 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 да, а тут, да тут еще дойти надо. Идешь порой уже не с пеной за рта, хотя я говорю, я люблю ходить. Мы не ценим в жизни простые вещи, что мы можем ходить, руками что-то делать, шевелить, устами что-то говорить, слышать, видеть. Многие люди и этого не имеют в этой жизни. И вы знаете, я научился, единственное, что еще больше, вот, наверное, какая, какой разница и Кузнецов в 25, вот эти 27 и сейчас в 37, это то, что я научился ценить то, что имею. Вот если раньше у меня все время жажда этого, этого мне мало, надо еще и это, конечно, я, покаявшись, познав Бога и истину, вот эти все вещи, конечно, я обрел мир и счастье, потому что, я говорю, как Павел писал, что великое благо быть довольным и благочестивым. О, все, ты никого не обижаешь, ты стараешься вести жизнь в любви к ближним, помогать, я говорю, не делать зла, как минимум, людям, еще и благо делать, вот это благочестие, и второе, быть довольным тем, что у тебя есть. Все, большего счастья, наверное, нет на земле, по крайней мере, на этой. И вот это действительно такое, какое я сейчас есть, да, и поэтому я могу есть хорошо, нет, мне везде хорошо, да. А что я хочу вторую тему сказать, это по поводу, поэтому и дальше, ну, да, сколько-то я лет, опять же, вот все думают, что я там, вот я, кто знает, я 10 лет, в принципе, практически не общаюсь там с женщинами, да, как мужчина, хотя год, который я там ездил, я это не скрываю, у меня были отношения там, я как бы даже жениться хотел, но не получилось, вот. Ну, а 10 лет практически я прожил, казалось бы, лучшие годы, я мужчина в самом рассвете сил, а я вот так меня Господь призвал, и я провел другую жизнь, при этом я всегда говорил, я говорю, я не какой-то там великий монах или еще, мне просто так хотелось, Бог меня призвал, освободил от этого, хотя у меня тоже супер страсти какой-то не было, хотя при этом, кто знает, я говорю, какая у меня жизнь была, и многие не верят, что она изменилась, моя жизнь, в чем я никогда ни секс, ни грехом не называл, ни отношений между мужчиной и женщиной, вот, причем даже, кстати, не в брачном союзе. Мне, если честно, вообще по барабану, как кто живет, если счастливы люди, пусть живут так, как хотят, я им вообще не судья, вот, и себя, кстати, за это тоже не сужу, и я жил просто, мне так хотелось жить, и при этом мечтаю, что тогда Господь был со мной, а сейчас не со мной, или вот этот год в Бузулуке не был со мной, Бог всегда с человеком, Он есть любовь, и наш Творец, и Создатель, вот, и я, тогда я так хотел жить, я жил в этой деревне, скитался до этого, был один, и мне было хорошо, вот, я жил в Бузулуке, я был не один, и мне тоже было хорошо, ну, были и нехорошие моменты, кстати, вот в этом ошельничестве были, конечно, и плохие моменты, но я вам скажу, что не было у меня там страданий по отношениям с женщинами, было другой, я был насыщен другой пищей, я жаждал этой пищи, потреблял ее, и она целиком меня удовлетворяла, вот, сейчас у меня другой уровень, я уже ничего не ищу, я вам говорю, что я считаю себя, в принципе, в практике истину бесполезно в совершенстве познать, да, а в теории, да, ты знаешь, Бог есть любовь, ты человек и образ и подобие, ты вечен, ты бессмертен, и ты абсолютно свободен, быть счастливым или нет, а счастливым быть невозможно, ты будешь вонючкой, плохим человеком, будь хорошим и будь счастьем, будь благочестивым, будь всем доволен, и быть тебе счастливым, вот и все, познав это теперь, я говорю, я даже особо, раньше я был привязан там к писанию тоже отчасти, то сейчас вы увидите, я абсолютно спокоен, свободен в этом плане, спокоен сам в себе, свободен от этого, я могу проповедовать по писанию, я могу без него, это не имеет значения вообще, вот, хотя мне нравится именно проповедовать по Евангелию, на основе Евангелия, да, вот, и по поводу вот этих вот путешествий, ну да, я теперь буду какую-то другую образ жизни вести, опять же, завтра я еще куда-нибудь поменяюсь, жизнь, она, ее никогда нельзя лепить ни в какие рамки, вот, особенно внешнюю, внутреннюю, да, она идет у тебя, должна идти к свету, к Богу, к совершенству, в познании, в любви возрастать, а внешняя жизнь может меняться, как я буду сейчас, чем я буду заниматься, да, буду ли я куда-то передвигаться, никто не знает, да, вот, особо куда-то я нервусь, я говорю, побывать во всех точках земли, посмотреть там, ну да, ну, в следующем году, может, в походы схожу, в какие, там, опять по этим же горам сочинским, я думаю, там, пару перешейков, перевалов перейти, я тогда Байкал проезжал, но мы же так на нем не остановились, ребята так спешили домой, говорю, ребята, раз в жизни тут бываем, давайте тормознем, тормознем, побудем, на машинах едем, отдохнем, уже был конец или весны, ну, нормально можно было, или машины, поспать в машине можно было, там можно было, все равно мы, я купался в Японском море, да, и там можно было остановиться, и может вокруг него проехать, он не такой большой, нет, поехали домой, надо к Пасхе успеть там, ну, правда, эти люди вообще неверующие были, но просто там Пасха была, и уже как, ну, вот это как, я просто так выразился, ну, вернее, так друг мой выразился, ну, ему, конечно, на саму Пасху был в Дофении, вот, и мы очень спешили домой, мы ехали, ехали на этих машинах, может быть, на Байкал можно съесть, это действительно тоже интересные, красивые места, великое озеро, можно сказать, море, так его тоже называют, вот, я говорю, для этого ни денег много не надо на походы, так, на дорогу добраться, может даже, может даже рискну, я никогда мечтал, и никогда не ходил вот этим автостопом, можно попробовать, почему нет, вот, куда-то далеко, посмотрим, жизнь как сведет, может быть, куда-то и слетаю еще, хотя не знаю, что я хочу, я говорю, все еще упирается в это, для этого надо работать, мне вот нравится проповедовать, это, наверное, мое все-таки, да, как вам кажется, и человек должен чем-то одним заниматься, не получается всем сразу, к сожалению, заниматься, вот, а что я хотел сказать еще, по сути, тем путешествия хочу закрыть, я говорю, для меня она, вы знаете, просто жизнь, ну, есть хорошо, можно куда-то съесть, нет, да нет, а вот, что действительно, я хотел поставить вам еще одно аудиосообщение, одной из моих, сестер, я надеюсь, она тоже поймет правильно, я не спрашивал разрешение, это то, что мне хочется, может быть, хотя большого опыта нет, и мне кажется, мне бы это было нравилось, это действительно, это не путешествие, не туризм, не знаю, как назвать, поезденью по гостям, что ли, я не знаю, вы помните, как Иисуса называли, да, это, обжор и пьянство, что он по всем домам ходил, вот, ну, вот именно, что делать не в обжорстве, а пьянстве, а действительно, хочется встречать людей, своих по вере, вообще, вот это проповедь, вы знаете, истины, христианство, как хотите, Евангелие, чем оно замечательно, и меня радует самого в жизни, что это хоть какой-то шанс, и повод находить новых людей, и людей нормальных, и действительно, это не просто какие-то люди, а это друзья, вы знаете, после 20, я уже тогда понял, а я уже институт, в 21 закончил, я понял, и уже дожив до 25, я понял, что с 20 до 25, я друзей-то больше не нашел, у тебя есть дворовый, или школьный, зачастую, у многих это одно и то же, школа была на районе у всех, и обычно ты дружишь с этими школьными, районными друзьями, ну, еще ты уже более-менее, хотя все знают, что отношения с институтскими, друзьями не такие, как вот с этими школьными дворовыми, они все-таки холоднее, а уж потом, все эти люди, которые встречаются где-то по жизни, на работе, там, дела, вот именно в путешествиях, какие-то случайные знакомства, это уже все вообще, кто-то, конечно, поддерживает такие отношения, причем, как мне кажется, более искусственно, да, да, может быть, он и называет эти люди друзьями, там, или еще какими-то, но если честно, обычно все равно эти люди, как приходят в свою жизнь, так же и уходят, вот, и вот христианство, конечно, ну, то, что со мной произошло год назад, я, конечно, немного разочаровался, мягко скажем, потом, да, потому что тоже у меня открытое сердце, я всем им вечно вот так свою душу распахиваю, и, когда в нее, говорю, поплевали, а то и погадили, вот, то, конечно, я подзакрылся немного, меня это удивило, да, и более того, кстати, я говорю, ведь я со многими за это время, вот тогда три года, получается, я уже проповедовал, общался активно, кто знает, вот эти беседы даже у меня были, ведь они были не только публичными, у меня много было закадрового общения тогда, потому что я сам к нему стремился, рвался, всех вызывал на это общение, да, и что, какие плоды я пожаловал, как я говорил, три года, и десяти человек не набралось, вот у нас там в группы, в телеграме несколько было, одна более такая, где мы там писание читали, другая для уже, сначала я одну сделал, потом я разделил, с тем, с кем мы близко уже стали общаться, делились бытовухой элементарно, там фото, видео, текстовые сообщения о своей жизни, там все семейные, в основном, кроме меня, конечно, вот, ну полной семьи, или не полной, не важно, вот, и даже там, когда я вот эту оставил проповедь, от меня отвернулись очень многие, и в частности даже, некоторые из этих людей, и вы знаете, я даже рад, что так произошло тогда, что я вот так решил оставить, потому что открылось, кто рядом с тобой, вот, с кем, и вот со всеми же разное общение, конечно, кого-то я вообще в глаза не видел, причем эти люди мне и помогали, я говорю, и ко мне хорошо относятся, кто-то ничего вообще не пишет, с некоторыми знаком, с некоторыми знаком по скайпу, конечно, я говорю, вот, телефон, общение такое телеграммное, так я называю, месседжерное, ну, мы сначала в WhatsApp сидели, потом в Телеграме, конечно, со многими, уже у меня такое ощущение, что это очень близкие мне люди, это мои действительно братья и сестры, причем не просто называнные, уже вот время нас проверяет, да, и это те люди, с которыми я общаюсь чаще, чем с какими-то своими там, я вот им своими там одноклассниками, дворовыми друзьями, ну, дворовыми, не в плохом смысле, понимаете, а в хорошем, да, с которыми я уже давно не общаюсь-то, и не поддерживаю, здесь мы всегда на связи, мы всегда в этом мессенджере, мы всегда на скайпе, на телефоне, вот, эти люди мне, конечно, вот оказались близки и дороги, да, и казалось бы, вот это пропасть христианства, должно вообще тебя, а я очень, на самом деле, я очень любвеобильный, дружелюбный, вот, я люблю большие общества, я говорю, я люблю выступать, вот, я говорю, там, вот эти работы, в принципе, я люблю руководящие должности, ну, не потому, что там палка кого-то бить, а именно вот, светить, радовать людей, да, выступать, я вот это все, действительно, люблю, это мое, да, и люблю в большом обществе крутиться, и, в принципе, мне обязательно, чтобы я был центром, да, как выступающий, наоборот, я люблю вот эту массовку, да, вот, я люблю бы среди этих людей быть частью этого общества, вот, здесь нет никакой гордыни, я не хочу быть лидером, да, в этом плане, мне наоборот, я ниже всех, мне нравится наоборот, где-нибудь в краешке сидеть там и смотреть, и просто любоваться всем этим, да, и я сам всех стараюсь до учителей подтянуть, я говорю, если бы я была гордыня, я боялся конкуренции, я все говорил, я не боюсь конкуренции, я даже радуюсь, когда кто-то лучше меня, или выше меня, у меня нет в этом плане, ни зависти, ничего, как многие мне этим тычут, хотя все равно, вот, но если бы я такой был бы, это бы в делах отражалось, а это не так, я канал беседы, мы там с ребятами, девчатами, с братьями стали, с сестрами читать, я хотел, чтобы они тоже подросли как-то, не потому, что я их там учу, я хотел, чтобы они выросли и сами стали учителями, и тоже завели себе каналы там, или еще что-то, или там в реальной жизни просто стали более активными, стесняться, перестали, многие вещи их не просто развили бы их, вот и все, вот это вот чтение там совместное, перед камерой, сама вот это, ты открываешься, ты станешь все в этом плане, все более и более развито, а это хорошо, это хорошее качество человеческие, а то мы часто думаем, а выразить даже свои мысли не можем, само это говорение, оно тебя будет развивать, и вы знаете, конечно, к таким людям, и особенно я встречал, я ко всем сам бежал, меня тянет к людям, я люблю настоящее общение, не вот это вот камера, а настоящее общение, где можно поесть, попить, повеселиться, поговорить, пообщаться, покупаться, позагорать, все что можно, поиграть во что-то, в такие физические игры, там футбол, волейбол, компьютерные, это здорово, вот, я на самом деле все это люблю, приветствую, и конечно с людьми, с которыми тебе хорошо, да, меня тянуло, ну вот возьмем вот это вот, мою новую жизнь, во Христе 10 лет, кого я видел, ну кто помнит, парализованный Сергей, канал у меня там был, он был вообще воронежским, и когда на него мне там пара ссылки дали, я не реагировал, потом стал с ним общаться, да я тут же к нему прилетел, кто может помнит, там все списали, созвонились, я прям тут же в воронеж, к нему мы там пообщались, у нас где-то ролики, потом какие-то позакрывали, и вот почему мы с ним перестали общаться, ну кто давно, и кто знает всю эту историю, ну потому что вот Дима еретик, потому что Дима проповедует свободу, никому не подчиняется, то есть религия возобладала над истиной, истина-то в любви, а ведь Серега классный человек, светлый, и кто знает, у нас помимо этих роликов и выходов, у нас было очень плотно, вот именно мы с ним по скайпу, по 3-5 часов разговаривали, и ничего это даже все равно не выкладывали, вот вживую тогда встретились, раз или даже, я не помню, второй раз я к нему приезжал или нет, по-моему я в Воронеже был и заезжал, или нет, или это была единственная встреча, я что-то уже забыл, и мы с ним много вот это общались, я видел его сердце, он мне сам открывался, про любовь он мне такие вещи там рассказывал, я понимал, что в нем это сильно, но он в себе это душил, эту любовь, к сожалению, это я считаю, конечно неправильно, хотя он, и если бы я у нас не был, такого общения спеть не знал, я бы сейчас это не говорил, а он мне открывался, но потом себя делал другим, специально что ли, я не знаю, зачем он с собой боролся, он очень был любвеобильным, и к людям, и сострадательным, но из себя делал такого строгого дядьку, а-ля православие, и мне это очень жаль, и опять же не я от них отрекался, они сами от меня отрекались, и более того начинали меня вот именно оскорблять, унижать, кости мне перемывать там все в ютубе, естественно, у меня есть желание с человеком еще раз общаться, нет, с кем я еще в реальности виделся, вот к Женьке доехал сам, с удовольствием приеду еще раз, с Женькой, конечно, положительный, вот живой пример, все его хулят там, а вы знаете, я даже рад, что он от этого отсел, потому что христианство его не довело до того, до чего он сейчас достиг, а раньше я его ролики рассказывал, видите, видели наши беседы, и вживую, вот именно тогда, и по скайпу, и сам я лично выражался, да и мне когда ролики, я то его канал весь посмотрел от начала, ну там изборочно, у него, конечно, очень много за столько лет, вот, но я очень много его канала посмотрел от начала, ну как мы с ним могли общаться, да он бы меня тоже засудил бы там, за все это, не факт бы, что он меня, кстати, принял с такой любовью, а вот когда я тогда к нему приехал, он уже был другим человеком, и так дальше, я думаю, будет, потому что он как раз, и вот христианство, то христианство, которое он знал, как ему преподали, как он чувствовал в сердце, да, чего я Женьке говорил, оно, он хоть и говорит, я тоже там о любви говорил, досмотрел я эти ролики, много ли там о любви было, а вот сейчас действительно много, с того момента, как он от него отрекся, и кто его судит, а я вам скажу, что он в лучшем состоянии сейчас, чем был в христианстве, именно, кстати, я всегда говорю, именно из-за таких, как вы, но это относится к тем, я пальцем тычу, кто вот действительно, вместо любви к человеку, вечно долбали, и вот им, и вот им все эти такие друзья, которые просто враг моего, врага мой, враг его окружали, потом все открылись, и стали его долбить, вот, и ты понимаешь, что вокруг тебя совсем не друзья, и не любящие тебя люди, таких людей ни в коем случае вокруг себя держать нельзя, которые, с которыми ты, говорю, кого-то перетираешь, ты с ним сегодня его, завтра он с кем-то будет тебя перетирать, это железно так, ну вот, я почему даже про сережку, про козлов, сейчас так говорю, вот именно, я говорю публично, и все знали мое мнение, и сейчас я говорю это публично, а за глаза я никого, они стали меня обсирать, и я ничего, и кто мне там ролики сбрасывал, вот он, а я ничего не отвечал, я даже этому человеку ничего не отвечал, ему пусть делает, что хочет, а я не отвечал, я говорю, никак, ни там, ни в роликах, ни с кем-то, ну пусть что, они считают меня таким, пусть считают, и все, вот с кем я виделся, и были несколько приглашений, конечно, то есть меня зовут, о, приезжай там в гости, будешь там заходи, будешь там заходи, я вот вам скажу, предложений таких немало, и я, конечно бы, с радостью ездил к этим людям, и тут, конечно, у меня такая маленькая мечта, я, конечно бы, с радостью ездил, вот, по таким приглашениям, вы знаете, я говорю, не ради обжорства и пьянства, как Иисуса обвиняли, да, когда он, когда его приглашали, он действительно там, спокойно ел и спокойно выпивал, в норме, да, все это делал, какая народная молва и сплетня о нем ходила, пьяница и обжора, вот, и тунеядец, наверное, кто, кстати, я говорю, в курсе, а кто не в курсе, я напомню, что Иисус не работал, а то очень любит, Павел пропавил и работал своими руками, да, сейчас от Павла отойдем, а что-то Иисус оставил свое плотническое дело, и все три года проповеди не работал, а ему служили вообще-то своим имением люди, и кров давали, и еду давали, да, если человек целиком этому отдается, да, если нет, конечно, от того, что там пастырь по субботам сказал одну проповедь, собрал десятины, и на десять дней на Гавайи, это да, это бред, а если человек целиком отдал сослужению, проповеди пишет, с людьми общается, да, сам исследует, изучает, то это нормально, что человеку помогают, поддерживают, каждый занимается своим делом, да, вот, и, конечно, вот если бы меня приглашали почаще, потому что приглашение есть, меня зовут в гости, я бы, конечно, ездил, но опять, вы знаете, я себя отношу, как всем говорю, мы нищие, я, чего у меня есть, ничего у меня нет, и, конечно, у бедных людей, или у нищих, у них всегда дилемма, есть деньги, то есть, есть работа, есть деньги, нет времени, потому что, я говорю, тебя везде, на любую работу тебя выжимают, по полной программе, у нас всегда так, отдыхаешь, нет денег, вот и выбираешь, что делать, и, конечно, если бы были приглашения, я бы ездил с радостью, живое общение, вот, первое, и, конечно, было бы идеально, если бы там просто две цели совмещалось, первое, это личное общение, это просто знакомство и дружба с тем, кто действительно тебе по жизни встретился, и вы действительно понимаете друг друга, и вам просто хочется друг друга увидеть, это и есть любовь, тебя просто тянет к человеку, вот меня приглашают, я говорю, и к некоторым, меня самому тянет, это мои действительно друзья, братья и сестры, хоть просто увидеться, просто посидеть вместе, просто погулять, просто разделить трапезу, ничего сверхъестественного не надо, обычные шляжские радости, я говорю, сходить погулять, покататься на великах, если есть там, любые развлечения, доступные всем людям, которые всех у нас есть, я говорю, достаточно вот этих пеших прогулок, по городу, по природе, все что угодно, для этого не нужно ни деньги, ничего, то есть по сути, нужны только деньги добраться, на дорогу, все, ну и время, потому что я говорю, ты должен быть свободным, и нужны финансы на дорогу, ну и на питание, человек как-то должен, свою жизнь тоже, питаться-то надо, вот, и второе, было бы здорово, раз это христиане, да, если можно было где-то проповедовать, чтобы это были собрания, поговорить, познакомиться, я бы, конечно, с радостью, вы знаете, поболтать-то я люблю, но я всегда говорил, кто меня куда позовет, я рот открою, вы же знаете, я проповедую, свободу во Христе, а кто ее проповедует, любое собрание, это культ, кто, тебя в любом месте, под локотки выведут, хорошо, если не побьют, палками или камнями, и хорошо, если это будет не на смерть, а 40 ударов только, до полусмерти, куда тебя позовут, никуда, вот, где ты нужен, в свободе, во Христе, никто, вот, это, конечно, было бы здорово, ездить иногда, потому что, самому, хоть развеяться, я говорю, я бы там раз в 3, в 4 месяца, ну, там, раза в 4 в год, я бы ездил, неважно, это города России, бывшего СССР, там, сейчасшнего СНГ, какой-то, Балканы наши, Европа, может, даже Америка, да, я бы, конечно, с радостью, вот, это смена обстановки, то есть, вот, я дома проповедую, можно куда-то, вот, съездить, это знакомство, это общение, это что-то новое, вы знаете, сидишь вот в своей клетушке, много, как мне тоже точно, ты там многого не понимаешь, много не пережил, да, я согласен, практического опыта-то, я же не все в жизни попробовал, не все судьбы видел, вот это живое общение, оно тоже очень важно в жизни, я говорю, простая смена обстановки, тоже важно любому человеку, да, я могу просидеть еще 30 лет в пещере, в своей, в пузе, но, если есть возможность, и есть желание, другие, я стараюсь, идти по велению своего сердца, я всегда так жил, тогда у тебя мир и счастье в душе, вот, хотя можно и так, вот именно, да, ты должен быть благочестивым, и довольным, в любых внешних обстоятельствах жизни, вот и все, и тогда у тебя будет мир и покой, и счастье в душе всегда, вот, и поэтому, конечно, ну, опять же, я говорю, вот меня приглашали, и просто погостить, и в гости приезжать, да, или будешь там в том-то городе, заезжай с вами, но вы знаете, есть две категории людей, которым я хочу приехать, и которым нет, я уж начну опять с грубости, и с крайности, и по мне, так и человек вообще бесноватый, хотя он вроде ко мне так нормально приглашает, вот, или настолько мирской, да, что в принципе мне, как это называют, да, что мне с ним будет тяжело, вот, есть с каким-то своим прибабахами, религиозники, фанатики, даже вот так называемые свободные, я говорю, то ли психически, то ли духовно, то ли, я не знаю, нездоровые, эти люди зовут меня, есть и такое, конечно, испытывают судьбу, что мне туда ехать, ну, понятно, я развернусь, уйду там, ну, зачем мне это надо, вот, есть люди нормальные, но у тебя не идет с ними общение, ведь вы думаете, вот я такой со всеми, что ли, любвеобильный, там, с кем-то, прям все душа в душу, с кем-то, ну, даже переписка не получается, какие-то свои интересы, свои, и причем дело далеко не в возрасте, не в социальном статусе, не в физическом положении, кто-то там инвалид, или наоборот, здоровее меня, нет, это, есть, наверное, причины, их, может быть, можно найти, поковырявшись, а с другой стороны, знаете, тоже ковыряться в этом не особо-то хочется, если это естественно так вот не происходит, хотя вроде бы много общего, мы о чем-то переписываем, что-то говорим, но души нету, вот как я говорил, вот этой любови сердечной, да, умовая, да, ты любишь, ты сделаешь все это для человека, это эти люди, они мне даже, говорю, кто-то там и помогает, и словом, и делом, то есть словом, то что-то благодарят, комментарии там, отзывы пишут, и копеечкой мне не раз все помогали, да, или не копеечкой даже, да, вот, но при этом, я говорю, нет вот этого сердечного тепла, почему, как вот это объяснить, почему, никогда не терзайтесь, когда особенно вам любить врагов надо, это не речь вообще не идет, а сердечно теплые чувства, которые у тебя естественно возникают к любящим тебя, вот, при этом я не пытаюсь ковыряться, что и эти люди меня не любят, поэтому у меня нету к ним, и такого тоже чувства нет, и вот тут я не знаю, что сказать, это разные люди, да, поэтому я многим отказывал, с кем-то уже договаривались, что-то не получалось, по-разному было, да, и вот я вам рассказал, в принципе-то, по сути, я видел, причем это проповедники, это всего двое, вот, Сережа Козлов, и Женя Девятьяров, хотя, а уж с проповедниками, с людьми, с людьми бы слово, да, со служителем слова, я бы вообще с радостью, но я говорю, я тогда пытался их вытягивать, увидели все на ютубе, я уж всех сейчас не вспомню, Алексей Алексеев, вот этот в Москве, сам от меня оттрекся, увидел, что я с Девятьяровым не рву связи, я уж забыл многих, вот этот, не русский немножко был, как его, ну, забыл я всех, вы помните, с кем я там общался, тот же самый Лапкин, да, кто там только не был, вы помните, я общался и с служителями слова, так скажем, да, ой, да вы же с ними-то вживую, если бы не ругаться, действительно, а просто общаться, в пример возьму, как Женя, мы с ними вообще, душа в душу общались, при этом у нас на некоторые вещи разные, далеко, кардинально, мировоззрение, мышление, да, вот, и с обычными людьми, так скажем, без обид, я думаю, вы понимаете, да, с обычной, в смысле, кто не проповедует, там, громогласно, так скажем, это вообще, я больше всего такое люблю, потому что ты им, со служителями слова, это не факт, что вас надолго, вашей любви хватит, и потом вы от своей великой праведности и знаний друг друга глотки перегрызете и расстанетесь с ними, а это люди, конечно, попроще, они не знают, будут больше служить, хотя я говорю, это не потому что мне нужны одни уши, я-то как раз сам учусь, я ученик, я и учитель, я учитель, я и ученик, да, как есть великая мудрость, я всегда учусь, у кого есть что лучшее взять, я с удовольствием возьму, вот, так что вот так вот, я, кстати, хотел вам просто, мне, Ленок, она давно меня тоже слушала, сейчас я вам покажу ее, Елена Митцук, я говорю, надеюсь, она тоже поймет правильно, что я делюсь ее сообщениями, это хоть наша личная переписка, давайте я вам поставлю там просто аудиоролик, ну, она несколько записала, я вам один включу, смысл вы поймете, ну, и потом я скажу. Димка, привет, слушаю Марка, последний ролик твой, вот, и знаешь, меня так улыбнул тот момент, как ты говоришь, зайдешь в храм, они под локотки выведут, потом еще и повесят фотографию, разыскивается преступник, ну да, действительно, оно так и есть, так оно и есть, людям, люди не хотят слышать истину, вот, надо тебе как-то к нам приехать сюда, в Беларусь, приглашаю тебя, Димка, приезжай ко мне, я тебе домик дам пожить, накормим тебя, приютим, будем заботиться, дружно жить, я серьезно можешь приезжать ко мне на некоторое время, у нас тут есть где пожить, проповедуешь, у нас тут есть поместное собрание, да, вот, я иногда прихожу к ним, хорошие люди, действительно, но хотелось бы, чтобы они услышали то, о чем ты говоришь, я как-то и ролики, помню, сбрасывал, пастору нашему, твой ролик, но все, что он мне ответил, это просто, место из писания мне, выделил, и скопировал мне в сообщения, просто, и все, вот, ничего больше не отвечал мне, потом при встрече даже, ну, я говорю, ну, вот я там, я там какой-то ролик скидывала о церкви, твой, вот, ну, просто обходил стороной эту тему, не хотел даже ничего говорить, вот, думаю, интересно, если бы вот ты приехал и попроповедовал людям, какая была бы реакция, мне там, конечно, никто бы за локотки не вывел, вот, там всего человек 10, наверное, такое собрание, ну, все равно так, люди должны слышать истину, вот такое сообщение, там она нескольких написала, но смысл вы поняли, да, Ленок сейчас с нами просто в Телеграме, там тоже общается, и она как-то, тоже, она вот давно меня смотрела, я помню, потом она вот что-то написала мне про группу, куда там, я ее добавил, причем там две группы, я добавил сразу, где у нас такое, я говорю, достаточно, назовем ее, интимное общение, где мы всем делимся, бытовой жизнью, ее приходится называться, интимное, потому что люди соблазняются порой даже на элементарные вещи, я говорю, когда просто кто-то что-то выкладывает, там какие-то фотки, как с детьми, там играют, веселятся, кто-то куда-то едет, отдыхает, вы знаете, вот среди, мы общались с группой, и зависть была, да, кто-то живет побогаче, причем не по своей воле, муж богатый, она готова все раздать, но он не хочет, да, они едут отдыхать, и завидовали внутри группы, и для меня это было шоком, я говорю, почему я год назад, я говорю, понял, что, ну что вот это, какие плоды, моя деятельность трехлетняя, во, кого я нашел, никого, какая польза от меня, кто, кто уверовал, так как говорят, кто в любви стал больше подвязаться, я тогда, что-то меня прям перевернуло, перевернуло, как вот, я поэтому эту паузу взял, я тогда увидел внутри нашей группы, вот это, зависть эту, я думаю, ё-моё, а там-то уж порой в лицо некоторые вещи не скажешь, думаешь, о, ну все, сейчас обидится, что ты завидуешь, да, ты без соли сидишь, без хлеба, но это её выбор, дать тебе или не дать, причём это же не от неё зависит, допустим, да, как-то вот так, вот, и тут вот, Ленок сейчас тоже с нами общается, там у неё четверо прекрасных детей, три девчонки, один пацан самый молодой, маленький, муж у неё прекрасный, и вот, тоже она приглашает, сейчас такое сообщение написала, я ещё даже ей не ответил, решил вот ролик записать, я думаю, посмотрит, да я, конечно, с радостью, что, в Белоруссии я никогда не был, живёт она в Белоруссии, там на самом западе, как я понял, опять же, в Белоруссии у меня есть, не знаю, смотреть будет, нет, ролик Сергея Дудко, с Белоруссии, с Минска, тоже мы с ним по скайпу общались, познакомились, он такой горячий проповедник, но сам он ролики не пишет, вживую проповедует, тогда за Женьку мы тоже разговаривали, он вроде нормально относится к нему, ну, пишет у меня там и комментарии, но опять же, у нас с Серёжей такие, вот, я не знаю, он, мне он понравился, он светлый, хороший, но я не знаю, как он ко мне, даже вот всё равно, я сейчас ничего не буду о нём говорить, я говорю, это наши личные отношения, вот, и я не уверен, да, он меня, кстати, тоже, по-моему, приглашал, да, он говорил, давай к Жене, по-моему, или он говорит, я сам готов к нему поехать, чтобы вот его, когда Женю-то от христианства стал, это всё отворачивать, он там, вот, надо его спасать, надо ехать, да, много светлого, но сойдёмся ли мы, неизвестно, тем более он, я говорю, вот он тоже, служитель слова, пусть на Ютубе вот так публично не представлен, я говорю, он сейчас меня смотрит, то я не знаю, как мы с ним, вот, в идеале, во-первых, он в Минске, то есть мне идеально лететь самолётом опять там, из Воронежа или из Москвы в Минск самолётом, там можно было бы тоже у него погостить, пообщаться, повстречаться, у него есть какие-то там ребята, они общаются, собираются, именно такой домашней церковью, можно встретиться, я бы с радостью, вот, ну вот, не знаю, все разные, кому-то я с радостью еду, вот Ленок сейчас с нами, я ещё спрашивал, что ты столько лет, она давно, ещё через Женю многие со мной познакомились, вот, но она как-то не в переписке не шла на контакт, не, я помню, даже сам ей что-то писал, я когда пытался вот это всё организовать, там, группу в телеге, я многим кому писал, давайте, давайте всеми, вот, и сколько лет прошло, она мне ответила, что типа, ну, вот именно, что уже никому не доверяешь, открываешь сердца, да, обнажаешь, и потом в них просто плюют, в душу, в сердце, обжигаешься каждый раз, ранишься, уже порой не хочется этого делать, вот, вот, а так-то, все мы, такие, из одного теста, вот, ленок в нашу тоже группу вписалась, отлично, вжилась, мы все общаемся нормально, у нас там, у нас там действительно нормальное человеческое общение, мы не прессуем никогда друг другу, не выносим мозг, вот, общаемся в свободе, с любовью, действительно, с настоящим, я говорю, конечно, я, в принципе, с радостью съезжу, не знаю, сейчас или потом, во-первых, вопрос в деньги упирается, и, во время, как сказать, тоже во время, и вы знаете, все-таки, если это связывается, ну, опять же, если бы это было чистое служение, знаете, как к работе относиться, да, если это все-таки больше отдых, как разнарядка, я говорю, во-первых, я сам всем советую, где-то уж лазить, так лучше летом, тепло, хорошо, вот, поэтому сейчас просто хочу и Ленку ответить, прям, в прямом эфире, я, посмотрим, как получится, вот, если успеем, в этом году, можно в этом, еще август идет, сентябрь, пока по теплу, можно куда-то, зимой, я, честно, сам не особо люблю, куда-то лазить, в теплое время, да, вот так бы, там, как весна начинается, уже, середина весны, посередина осени, конечно, можно куда-то двигаться, где-то, ездить, вот, вы знаете, вот, вот, такие бы путешествия, я бы, конечно, это мне лежит, это живые люди, все ради человека, и я люблю именно людей, ну, вот, я там был, я же, в принципе, в Сочи вообще один был, лазаю, хожу, ну, мне-то одному не привыкать, я в пузе, ну, по сути-то, я же один, ну, в Питере, вот, хоть знакомые, друзья мои, хотя, тоже, по сути, везде-то я лазил один, Олька работала, естественно, с утра до вечера, да, там, ну, выходные у нее были классические, вот, мы там выходные более-менее вместе еще где-то, и то, даже выходные, я пару один, потому что у нее дела, они, кому-то приезжаешь, в принципе, люди живут же обычной жизнью, а ты тут приехал, что, все должны вокруг тебя кружиться, нет, что за себя могу сказать, что гости, конечно, мне кажется, и как мне все говорят, очень хорошие, я ем все подряд, я не ем, грубо говоря, во-первых, я не ем там мясо, да, рыбу, даже могу, сам не готовлю, я говорю, конечно, угощают и накрывают, я выковыривать не выкидываю, вот, хотя близкие люди, и зная меня, надеюсь, не будут этого делать, тем более упрашивать и уговаривать, вот, в этом плане я нерасстратный, и я говорю, всеядный по сути, это ничего никогда не выковыриваю, буду давиться чем угодно, лишь бы радость себя куда ставить, вот, я неприхотливый, мне постелишь в уголке на коврике, я и там спать буду, и более того, я говорю, и более того, вы знаете, людям еще скажут, что ты просто, вот, конечно, до истины, до познания истины, человек может в себе что-то давить, что-то душить, он может из вежливости ничего не сказать, конечно, во мне просто любовь, вот, и все, я вот с радостью в любом месте, и людей благодарю вообще за все, я говорю, я не считаю ни одного человека в своей жизни, там, своих даже родителей, чем-то мне должным или обязанным, поэтому я все принимаю всегда с радостью, даже вот такой волосок, чему я научился, я говорю, опять же, за вот эти 10 лет жизни, по Евангелию, по истине, и, и, конечно, в этом плотне, я говорю, мне не надо, вокруг мне не надо плясать, мне не надо, я говорю, я сам все убираю, я за собой посуду, я, если вижу швабру, я так же протру там и полы, я всегда уберу за собой постель, все, что мне там дали, я все, если надо, сложу, вот, в этом плане, я говорю, мне ничего не надо, не надо вокруг меня плясать, меня веселить, там, да, все думать, что вот, войск приехал, там, все тут должны расстегаться, Нет, я сам с радостью буду и служить, и что-то делать. Я с радостью могу поучаствовать в любой вещи, в ремонте, там еще что-то. Что толку-то? Целыми днями на диване лежать? Нет. Пожалуйста, можно поработать на даче, огороде, ремонт, там что-то по хозяйству помочь. Пожалуйста. Или у тебя какая-то работа, я могу тебе там в офисе помочь. Пожалуйста, это все что угодно. Можно день поработать, вечером отдохнуть. То есть влиться в любую бытовую жизнь я всегда могу, да. И тоже руки не из одного места, все-таки много чего умею, много чего могу, да. Да, меня звали, я говорю, в разные. Я некоторым отказывался, с некоторыми не получал. Сказал, да, я говорю, рассказываю, что такой я умелец, там на все руки. И я с некоторыми, я говорю, не мог сойтись с людьми. И ничего у нас не получалось. Я говорю, кто-то некие условия. Но при этом, я говорю, я не потерплю, я претензии предъявлять не буду, я просто развернусь и уйду, да. Да, претензии на какую-то свою свободу, посяганье вот это. Я говорю, оскорбление, унижение. Казалось бы, ты приедешь, тебе начнут, ты там грешник или еще что-то вот так. Я говорю, точно так же, как я, даже если у меня коврик постелите, я ни слова не скажу, переночую. Скажу спасибо, но уеду, наверное, все-таки, да, не будешь я на коврике месяц там спать или неделю, да. Точно так же и вы, будьте любезны. Я вас чем-то не устроил. Мне нравится, как я говорю, как я выражаюсь, как я одеваюсь. Что-то вы обо мне узнали, что-то увидели, вам не понравилось. Скажите просто, Димок, давай прощаться. И все, в мире и любви. Не надо меня тыкать, не надо меня прессовать, не надо меня воспитывать, переделывать. Я лично, кто знает, я людям не тычу, ничего. Я вот проповедую свободу, да, курить плохо, но будешь ты курить мне до фени. Ну, максимум попросить тебя не курить. И то, если это общая кухня или твоя квартира, я общаюсь, я вам рассказывал спокойно с грешниками. И сидим, он курит в комнате, ну что, это его дом, я к нему в гости приехал. Я терплю это, а что делать-то? Да, мне это неприятно. В своем бы доме, я бы, конечно, не позволил. Сказал, иди на улицу подальше, там курить, я не хочу это нюхать. У него дома я все терплю. А почему я, что я ему могу сказать? Я к самому человеку в гости, мало ли, приехал. Ну да, есть у него косяки, грехи, как говорят. Мне-то что до них? Это его жизнь, пусть что хочет, то и делает. Поэтому, конечно, тут вот, я говорю, должно быть настолько понимание. И, конечно, вот с некоторым, с кем я общаюсь, я бы с радостью встретился в этой жизни, вживую. Мы, конечно, все там в Царстве Небесном встретимся. Но почему бы не здесь начать эту радость общения во Христе, да? Вот так вот. Ну, посмотрим, как будет. В принципе, я что-то тут распылился на час десять. Ну, хотелось так от сердца обнажить, как всегда, свое сердце. Ролик, кстати, добавлю и в лист о себе, в своей жизни. Поэтому я так разглагольствовал, не кратенько. Поэтому, в принципе, у кого есть желание, я всегда открыт для любых предложений. Как говорится, я за любой кипиш, кроме голодовки. На самом деле, я даже и за голодовку. Если для этого есть какая-то причина, то можно и поголодать. А так, я, кстати, по этой причине и к себе не особо от кого-то зову. У меня, в принципе, нет ничего. Дом этот в Пузе, вряд ли он кому-то там подойдет. И ко мне, кстати, вот тоже. У меня там за три года ведь никого не было. У меня даже друзья какие-то. Кто только не грозит ко мне, никто не приехал. Хотя в Пузе, пожалуйста, приезжайте, есть комната. И то, опять же, может, вам там что-то надо, изысканное. У меня там ничего нет изысканного. Все будет по-простому. Хотя я всегда свой диван отдам. И вот это тоже. Просто если бы это была моя квартира, там бабушка 95 лет. Тут папа 65 лет. И это его квартира. Я не знаю, как он отнесется. Да, это мои гости. Но это не моя квартира. Там бабушка, там папа. Папа из-за бабушки еще может. И я не знаю, имели ли я право сюда привезти своих гостей. Я не знаю. Поэтому я особо-то тоже не распыляюсь. Сам бы я с радостью. Кто знает, есть такие сайты, где там можно тоже, как он, коуч, что-то там называется. Можно ездить по миру, вот оставлять свой адрес к людям, вот так ездить. Я хотел как-то, я зарегистрировался там. Но у меня своего-то жилета, по сути, как такового нету. Куда мне вот так можно было пригласить? Я говорю, здесь у меня тоже. Ну, комната теперь есть вот у папы. А могу ли я позволить себе пригласить кого-то? Я говорю, у нас кухня занята, а там бабушка старенькая. Вот, непонятно. И у других такие же могут быть проблемы. Поэтому я тут все понимаю. Так что вот так вот. Ну, что было сказал. Что еще сказать? Все. Всех люблю, целую, обнимаю. До встречи в следующем ролике на всех моих каналах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok